А еще эта неделя показала, что наших политиков так просто не возьмешь. Повидали они уже бунтов. Почему митингующие так и не смогли навязать Верховной Раде свою повестку? И чем парламентские силы будут отвечать на вот такие подачи от сил уличных? Разбиралась моя коллега Екатерина Лысенко. Такого количества нацгвардейцев, полиции и спецтехники в правительственном квартале несколько лет не было. Перекрытые въезды и выезды, рамки и силовики. Десять рядов. Давно не видели здесь и такого количества партийных флагов в руках у митингующих и столько лидеров на одну акцию. Три требования пикетчиков адресуются Верховной Раде, где рупорами улицы стали народные трибуны. Мы пропонували это в мирный способ. Мы пропонували это в цивилизованный способ. Они штопхают людей на насильство. Требования активистов отменить депутатскую неприкосновенность, изменить правила избирательной кампании и создать антикоррупционный суд. И с самого начала ультиматуму звучали не то чтобы мирно. Кончаренко пострадал от яиц. Барна от кулаков. Досталось и Юлию Мамчуру. Пострадали также правоохранители. Но уровень агрессии на улице снизился, как только в Раде предложили компромисс. Закончить с медреформой и перейти к поставленным ультиматумам. Закипела работа и споры. Чего хотят организаторы провокации? Какие цели они переследуют? Дуже банальные. За любую цену дорваться до влады. Это неправда, оскільки никаким образом нет требований людей о изменении влады. Люди хотят всего-навсего три требований. Нехай организаторы, те, которые их собрали, по-перше, объясняют общество, чему они позволили побитие правоохранителей. Когда они дадут ответ за это перед обществом, тогда будем вообще разглядывать их серьезно. Мы видим, как идут политические игры, в которых разменивают чаяния людей и фактически манипулируют людьми. Рассмотрение медреформы растянулось на три дня. В итоге, в четверг, законопроект проголосовали. 240 зам, решение принято. Наше завдание – сделать медицину так, чтобы она была качественной по отношению к украинским гражданам. Мы могли ничего не сделать и терпеть вот это зубожение, которое есть в украинских лекарнях. А сегодня мы начинаем важную работу. Есть у нас запад, конечно, на экономические реформы, на реформы социального характера. Поэтому, безусловно, и самопомощь, например, абсолютно не блокировала трибуну, когда стало вопрос, например, о рассмотрении парламента медической реформы. Это отвертый геноцид украинцев. Это полностью уничтожение системы охраны здоровья в стране. И наша фракция проголосовала за этот проект червонными кнопками. То есть, вся наша фракция не просто не поддерживает, а категорично выступает против так называемой медической реформы. Вслед за реформой перешли к тому, что требовала улица неприкосновенность. За ее снятие ратуют все полицилы в Раде два законопроекта – депутатский и президентский. Последний предлагает лишение иммунитета со следующего созыва, то есть 2020 года. Депутатский немедленно. В соответствии к определенной норме Конституции, должно быть обязательно разделено принятие этого решения на этой сессии. И следующий шаг после выставки Конституционного суду – голосование в другом читании – должно происходить уже на другой сессии. В этот процесс мы войдем на осень 2018 года. Наш законопроект 158 народных депутатов пропонует скасовывать депутатскую недоторканность сразу после голосования за этот законопроект. Президентский законопроект лишает прогалину правовую, которая позволяет отформировать скасование недоторканности до бесконечности. В результате оба документа отправили в Конституционный суд. И теперь о неприкосновенности можно забыть до следующей сессии. А вот законами, которые могли изменить правила избрания депутатов, оказалось сложнее. Отменять мажоритарку сами мажоритарщики не намерены. Как правило, на мажоритарных округах очень мало перемагает людей, идеологически переконанных, которые служат Украине-патриотам. Больше перемагают те, кто вкладывает большие деньги в купе голосов на окружении. Мы не переконаны, что эти законопроекты про пропорционную систему с открытыми списками наберут необходимую количество голосов. Не переконаны. Потому что в зале сидит конгломерат мафии. Так и произошло. Ни один из трех законопроектов не набрал голосов. Мы должны двигаться вперед и рассмотреть качественные законопроекты. А когда подаются законопроекты, как я больше считаю, законодательным спамом, чтобы запомнить неделю, ну, они просто смарнували на час. Ну и последнее требование улицы. Антикоррупционный суд осталось за скобками. Законопроекта нет. А если бы и был, на него нужно искать голоса, которых тоже нет. Мы против створения окремого антикоррупционного суду, потому что судовая система вся должна быть изменена. И поэтому мы голосовали за измену всей судовой системы. А если брать логику инициатором этого законопроекта, створения окремого антикоррупционного суду, то нужно создавать еще суд для карманников, для домушников, для депутатов, для военно-військовых, для еще кого-то. Будь-яких специализированных судов, которые отличились от судовой системы, которая у нас есть в стране, не должно быть. Потому что мы так дойдем до троек, когда будет один следователь, один прокурор и один судья, в одну инстанцию будут принимать решение. Но пока митинги сошли на нет. Возле Рады около сотни активистов полиции в разы больше. Да и управлять митингом политики уже не рвутся.